Привет, это Олеся, надеюсь, у вас все в порядке. Я уверен, что, как вы, вероятно, знаете, биткоин пытался изо всех сил сделать что-то, чтобы зашевелился хоть чуть-чуть над шестью десятюка, хоть ненадолго. Было уверенное ралли. Несколько зеленых свечей, как вы видите. Чуть-чуть над шестью десятюка, даже до шестидесяти пяти. Но обратите внимание, что это продолжалось недолго, а затем перевалило под эту трендовую линию поддержки, а затем и под 21-недельное скользящее среднее. Так что же происходит на графике биткоина, и что, вероятно, нам говорит этот паттерн? Какие нас ждут риски по биткоину, а также в чем важность этого графика и вот этого графика для последующих нескольких месяцев. Так что присоединяйтесь. Что ж с возвращением. Как я недавно упоминал о фондовых рынках, отрадно видеть этот камбэк. В итоге я решил сделать для вас, ребятки, этот апдейт по биткоину. И, как вы сами здесь видите, биткоин все-таки сумел, по крайней мере, какое-то время, что-то показать нам над 21-недельным средним скользящим, над 60к. Но если посмотреть внимательно, о чем я также говорил ранее, если внимательно посмотреть на биткоин на дневном графике, то можно увидеть, что ралли состоит только лишь из трех волн. Одна, вторая, третья. И, как вы знаете, три волны являются вестником структур корректирующих. Ясно? Другими словами, очень вероятно, это была волна А, волна Б, и волна С. Это недостаточно здорово. Как я уверен, вы знаете, для начала ралли, ралли, которое будет убедительным, за которым стоит сила и мощь, приводящее к аптренду, должно быть импульсным. Другими словами, для того, чтобы ралли заимело хорошую вероятность, приводящее к аптренду, оно должно состоять не из трех волн, а из пяти волн. Как вы видите здесь. Другими словами, пятью непересекающимися волнами. Как здесь. А здесь вам, не тут. И то, что мы получили вместо, как вы здесь видите, покажу вам еще раз. Было А, Б, С. Только три растущие волны. И, кстати, у нас есть с вами пересечение. Вот это следующее падение пересекается с первой волной, так что, угадайте-ка что? А это недостаточно хорошо, это очень слабая волновая структура, сформировавшая вот этот рост. Так что неудивительно, что это ралли обломалось. Но давайте-ка вернемся к недельному графику, и еще раз посмотрим на это в контексте того, повторяя, что рынок, другими словами, биткоин, поехал вверх тремя волнами над 21-недельным EMA. Это синяя линия. Снова ее преодолел и все-таки скатился под нее. Но почему это так важно? Что ж, как вы видите, позвольте я вам покажу. Перед вами график биткоина 2018-го. Заметьте, у нас здесь было несколько попыток. После того, как биткоин скатился с около вершины 21-к, он ушел под 21-недельный EMA. И заметьте, что цена сделала несколько попыток, чтобы вернуться на 21-недельный EMA. И не смогла. Не смогла здесь, как вы видите. Затем преодолела его. Также корректирующая. И снова упала под него. Нехорошо. Снова преодолела его. Снова опустилась под него. Это стало предупреждением потенциального большего риска. И, как вы видите, снова попыталась изо всех сил закрепиться над 21-недельным EMA. И снова, в очередной раз, потерпела неудачу. Опустилась под него. Как вы видите, вот здесь. И, да, в конечном итоге это привело к тому, что опустилось еще больше. Я вам покажу еще более недавний пример. Это было в 21-м, 22-м годах. После того, как биткоин опустился с вершины около 70, он опустился под 21-недельный EMA, попытался что-то изобразить, опять же, структурой в три волны. Волна A, B, C. Попытался что-то показать над 21-недельным EMA. Не смог, опустился под нее. И, да, в конечном итоге это привело к еще одному падению. И, как вы видите, вот здесь. Да, опять же, пытался вернуться над в структуре трех волн A, B, C. Как вы видите, вот здесь. И вот, пожалуйста, в очередной раз потерпел неудачу. Не смог удержаться над 21-недельным EMA. И, да, снова упал под него. И, заметьте, после этого продолжил спад еще дальше. Так что, да, это никогда не было хорошим сигналом, когда цена взлетает вверх в виде корректирующей структуры над 21-недельным EMA. Не может там закрепиться и снова опускается под нее. Как видите, это было в 21-м году, а также в 22-м году. И угадайте-ка, сейчас у нас тот же самый симптом, аналогичная проблема в этом году, 24-м. Так что, в очередной раз вы можете видеть, что биткоин, как я и говорил в начале этого видео, пытался закрепиться над 21-недельным EMA. Но еще раз заметьте, простите, что возвращаюсь очередной раз, ралли оказалось корректирующим. И да, в очередной раз мы с вами наблюдаем, что цена не смогла удержаться на 21-недельном EMA, опустилась по трендовую линию и под 21-недельный EMA. Для битка это тревожный звоночек. Это сигнал слабости, это сигнал увеличения риска, и я бы даже сказал так, пока биткоин остается под 21-недельным EMA, а также трендовой линии, остается риск потенциального движения вниз. Теперь, если биткоин каким-то чудом сможет, скажем, в очередной раз сделать попытку сделать попытку движения над трендовой линией сопротивления и 21-недельного скользящего среднего этой синей линии, это будет хорошо. Если биткоин хочет избежать кошмара и падения в медвежий рынок, то ему будет необходимо сделать это очень быстро. Он должен преодолеть эту конвергенцию сопротивления, как вы видите сами, между 21-недельным EMA и этой трендовой линией сопротивления, что примерно соответствует 60К. То есть, если в скором времени биткоин сможет что-то показать над этим уровнем плюс-минус на следующей неделе, это будет хорошо, это будет позитивно для биткоина, означающие потенциальное возвращение на движение вверх. Но, ребят, пока сигналы нехорошие, потому что мы с вами видим, что, похоже, биткоин повторяет паттерны, которые были в прошлом, и паттерны, которые вы видели сами, означающие, что когда он не удерживает уровень на 21-недельном EMA, обычно это становится предупреждением и потенциальным медвежьим рынком, особенно если он падает под уровень поддержки. А под поддержкой я имею в виду, как вы видите, уровень, когда биткоин возвращается обратно с корректирующего ралли в паттерне ABC над 21-недельным EMA, возвращаясь к низу перед этим отскоком, как вот здесь, что потенциально и начинает медвежий рынок. И, кстати, аналогичное происходило и в предыдущих годах, как вы видите. Так что все просто. В настоящий момент биткоин испытывает давление, он показывает довольно большие риски, и ключевым вопросом становится, сможет ли биткоин себя спасти и закрепиться над 21-недельным EMA, как вы видите на этой трендовой линии, или же вместо этого он вынесет предыдущий низ, как мы видели на примере 2022 года, когда как только он выносит этот уровень поддержки, это инициирует потенциальный медвежий рынок. Так что предельно ясно. Если биткоин упадет ниже 49к, этот последний поддерживающий панический низ августа, то очень вероятно мы с вами вступим в медвежий рынок. Кстати, ситуация с эфиром даже хуже. Эфир также не смог удержаться над 21-недельным EMA, и находится не так далеко, чтобы вынести этот низ, который у него был в августе. И я должен сказать вот что, я понимаю эту сложную ситуацию для некоторых из вас, для тех, кто себя считает биткоин-энтузиастом, так что скажу вот что. Слабость биткоина не является сюрпризом, потому что, вероятно, вы видели мое предыдущее видео, в котором я это упоминал где-то месяц назад. Я упоминал сентябрьскую сезональность биткоина. И как вы сами видите, сезональность сентября заключается в том, что, за графики спасибо Джейсон Геппорду и Сентимент Рейдера, в общем, сезональность биткоина в сентябре не так хороша. Она очень слабая. Заметьте, что в сентябре гораздо больше красных свечей, гораздо больше негативных прибылей, нежели зеленых столбцов с положительной прибылью. Так что обычно в сентябре мы наблюдаем слабость, мы видим негатив. Ведь она продолжается по большей части сентября, до самого его конца. А также еще, вы видите, на основании вот этой синей линии это процентовка прибыли. Обратите внимание, что эта синяя линия по большей части находится ниже 50%. Это значит, слабость, это не очень хорошо. Так что процент положительных сделок, то есть процент удач, то есть процент прибыли обычно отрицателен в сентябре. Однако, если вы ищете хороший месяц для биткоина, то, вероятно, лучшим способом будет дождаться октября. Перед вами сезональность по биткоину в октябре, которую я также показывал. И вы только посмотрите, насколько много здесь зеленого по сравнению с красным. Посмотрите, здесь гораздо больше зеленого. Подавляющее количество цвета здесь зеленое, а также процент положительных сделок этой синей линии в большей степени над 50%, от 60 до 70%. И вы только сравните с тем, что я показывал перед этим. С сентябрем. Сентябрь слабый, он негативен. Мало позитивных процентов, но вот октябрь, позитивный зеленый, имеет более высокий процент. Так что, если в сентябре месяце вы испытываете фрустрацию по биткоину, то у вас есть вариант дождаться октября, когда для биткоина сезональность становится лучше. Так что, вот такие графики по биткоину. Давайте дождемся то, что нам покажет следующий месяц или неделя. Но вывод такой. Ключевым вопросом является то, что сможет ли биткоин спасти себя и прежде всего закрепиться, удержаться над поддержкой, находящейся примерно на 49к и сможет ли подняться над 21-недельным EMA. Если он это сделать сможет и удержаться над трендовой линией сопротивления, это будет хорошим позитивным сигналом. Сигналом того, что быки возвращают контроль над ситуацией и вероятно, что мы продолжаем аптренд. С другой стороны, если биткоин повторит аналогичный паттерн, который мы видели ранее в предыдущие годы и перебьет, другими словами, он останется под 21-недельным EMA и при этом перебьет низ, который был в августе, примерно у 49к, движение ниже. И да, это увеличит вероятность потенциального медвежьего рынка для биткоина. И все это еще в большей степени увеличит риск движения ниже. И главное, не забывайте ставить под видео лайк, если вам нравится, подписывать на канал криптокоммансы Бла-Бла Крипто, которые и делают переводы этих видео специально для вас. Большое всем спасибо, увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok